В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Две основные причины спада в строительстве в республике назвал министр экономического развития Башкортостана. По данным Республиканской службы статистики, по итогам прошлого года сокращение в строительстве составило 7%. По мнению Сергея Новикова, в регионе остро ощущается нехватка инженерной инфраструктуры, а также необходимо увеличивать спрос при помощи госпрограмм. Глава Минэкономразвития Башкортостана подчеркнул, в правительстве по обоим направлениям прорабатываются меры, а результаты можно будет увидеть в ближайшее время. Напомню, первые шаги для стимулирования покупательского спроса региональной власти уже предпринимают. Так, с 1 марта правительство Башкортостана сняло все ограничения для участия в программе жилстройсбережений. Заявки может подавать любой желающий. Достаточно иметь прописку в республике. В Госкомитете по строительству и архитектуре региона заявляли о том, что по программе жилстройсбережения в Башкортостане до 2024 года выделят 814 миллионов рублей, а число участников достигнет 11 тысяч. Международная специализированная выставка «Агрокомплекс» в Уфе должна войти в тройку лучших площадок для агрария в стране, наряду с выставкой «Золотая осень» и «Кубанским форумом». Задачу обозначил исполняющие обязанности вице-премьера регионального Кабмина министра сельского хозяйства. По словам Ильшатов из Рахманова, форум в столице республики привлекает большое количество участников рынка, среди которых как сельхозтоваропроизводители, так и эксперты, а также инвесторы и представители власти. Выставка в Уфе проводится уже 29 лет. Ежегодно ее посещают порядка 15-20 тысяч человек. В этом году событие пройдет с 12 по 15 марта. Поток 15-20 тысячного коллектива, который встекается на ВДНХ перед началом весенних полевых работ, это вот стало уже традицией. И это традиция, наверное, на многие годы. И каждый раз надо находить новые интересные варианты этих встреч. Вот мы в прошлом году сработали, было достаточно так уж неэффективно. И в этом году также мы заполняем наши мероприятия очень интересными историями, деловыми программами. То, что люди приезжают, и компания приезжает на выставку агрокомплекс, это говорит, конечно, что республика открыта для всех связей, для всех инноваций, инвестиций. И выставка это как раз тому подтверждение форума. Но сегодня у нас более 350 компаний. Выставка у нас увеличилась по количеству компаний. На выставке в Уфе соберутся представители агропромышленного комплекса 36 регионов страны, а также 13 стран мира. Среди них Великобритания, Германия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Впервые в этом году на форум приедут представители Австрии. Выставка по традиции затронет все главные направления развития АПК. В рамках деловой программы запланировано 35 мероприятий с участием российских и зарубежных экспертов. Первую партию вакцины против кори ожидает Башкортостан. Республика вошла в число 21 региона страны, в который осуществляются поставки. Как прокомментировали телеканалу РБК Уфа в Роспотребнадзоре, заявка направлялась в конце прошлого года. Финансирование против кориевых вакцин из федерального бюджета по оценке регионального Роспотребнадзора ситуация по кори в Башкортостане стабильная. С начала года регистрировался только один случай заболевания у взрослого, который работает вахтовым методом Московской области. Необходимые противоэпидемические меры приняли в полном объеме и своевременно уточнили в Роспотребнадзоре. И прямо сейчас на прямую связь со студией РБК Уфа выходит ведущий специалист Роскомоснабанка Владимир Горин. Владимир, добрый день. Ждем информации о том, как торговались акции республиканских компаний. Ну и интересно, что происходит на рынках, так как цены на нефть корректируются. Ждем подробностей. Добрый день, Екатерина. Обо всем подробно расскажу. Российский рубль в первую половину дня снижается к доллару США на 0,2%. Торги в паре проходят по курсу 65 рублей 85 копеек. К евро мы наблюдаем укрепление на 0,1% и значение курса 74 рубля 45 копеек. На российском фондовом рынке участники торгов отыгрывают позитивное закрытие торгов в Азии и перспективы значимых результатов переговоров США и Китая. Так, индекс Мосбиржи подрастает на 1% до отметки 2490 пунктов. Индекс РТС в плюсе на 0,9% и котируется по 1190 пунктов. Пользуются спросом сегодня и акции «Башнефти». Обыкновенный выпуск прибавляет в цене 0,4%. Торги в выпуске проходят по цене 1975 рублей. Переволегированный же выпуск прибавляет 0,45%. Последние сделки проходят по 1870 рублей за акцию. Нефтяные котировки отыгрывают очередные еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти. Прирост запасов на 7,6 миллиона баррелей послужил поводом для коррекции нефтяных цен. В текущем часе нефть сорта Brent показывает снижение на 0,23%, до отметки 65 долларов 45 центов. Нефть сорта Lite в минусе на 0,68% и торгуется по 55 долларов 90 центов. Екатерина? Спасибо, Владимир. На прямой связи со студией РБК УФА был ведущий специалист Роскомстанбанка Владимир Горин. Держитесь курсом вместе с РБК, оставайтесь с нами, не переключайтесь.